Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы наверное уже знаете, по чатам сейчас гуляет запись выступления от Юлии Ксенофонтовой, в которой она делится результатами своего расследования по компании Quester World и Agam. Ну в принципе мне нравится, когда человек передает свою позицию аргументирована на основе каких-то фактов и поэтому я решил сделать разбор того, что она говорит. Итак, давайте послушаем. Добрый день, уважаемые партнеры, инвесторы, предприниматели. Вы знаете, вчера была создана такая определенная интрига и практически до двух часов ночи я была рада отвечать на ваши телефонные звонки, на ваши смс-ки в чаты, в личку о том, что дайте, пожалуйста, нам информацию. Вы знаете, это очень сильно радует, потому что понимаешь, что действительно на данный момент сейчас в компании остались только те, кто по-настоящему заинтересован в развитии и росте своего бизнеса, в решении своих финансовых проблем своих семей. Поэтому, милые партнеры, уважаемые дамы и господа, разрешите вам сказать более конкретно, более подробно заключение международной финансовой экспертизы. Вчера я получила данные от нашего партнера и моего компаньона, с которым мы уже более года вместе здесь в компании FiveWing, Sagam, Questro. И на данном этапе у нас появились возможности сделать независимую международную финансовую экспертизу через компанию, которая занимается проявлением и выявлением компаний, занимающихся финансовым мошенничеством на международном рынке. Именно через эту службу мы проводили экспертизу. И вы знаете, если честно вам скажу, что мы не ожидали настолько позитивных и положительных результатов, которые мы получили. Потому что так много грязи в интернете, так много несоответствия информации, которую мы получаем от наших лидеров и от наших спикеров на бизнес-кофе, с той информацией, которую мы видим в чатах и в телеграммах, Den Invest, которые создались быстренько под шумочек проблем у Questro, проблем у Agama. И люди начали пиарить себя, обливая грязью то, что дало им первичный финансовый толчок и возможности создать свои собственные компании. Хочу Юлии сказать, если она не в курсе, что Den Invest, например, зашел в компанию Agama в конце июля 2017 года, буквально за несколько дней до того, как компания ушла в отпуск. И если уж компания дала ему толчок и многих других, то только в отрицательном смысле удар под дых, потому что вывести он практически ничего и не успел. И таких людей огромное количество. Те, кто заходил в Questro в 2015 году, в 2016, может быть, зимой 2017, те наварились очень хорошо, нет вопросов. А вот те, кто заходил весной или летом 2017 года, у многих из них, если и был толчок, то только в минус. Относительно поливания грязью, то есть с точки зрения Юлии, когда кто-то, обсуждая ситуацию в компании, называет какие-то конкретные факты, которые Юлии не нравятся, вот это и есть поливание грязью. А давайте вспомним, какие факты нам известны. Ну, нам известно, что 1 августа 2017 года компания ушла в отпуск. Обещали, что после отпуска выплаты возобновятся, но по сути их нет до сих пор. Через три недели исполняется уже 1 августа 2018 года, то есть исполняется уже годовщина этого события. Вся Европа сидит без выплат уже год. А Германия, Польша, Казахстан, Украина уже 13 месяцев без выплат сидят. Вам, Юлия, эти факты не нравятся? Ну, так это ваши проблемы. То, что они вам не нравятся, это не значит, что этого нет. Правильно? То есть, но с вашей точки зрения об этом говорить нельзя, потому что тот, кто об этом говорит, он занимается поливанием грязи. Такая у вас логика, да? То есть, все должны, как в советские времена, ходить с троем, петь одни и те же песни и восхвалять коммунистическую партию Советского Союза. А если ты с чем-то не согласен, то ты враг народа, да? То есть, такая у вас позиция. Нет, мы уже в свободном мире живем, и каждый волен высказывать то, что считаем нужным. Мы всего лишь обсуждаем ситуацию в компании, какие-то новости. В том, что в компании уже год выплат нет, в этом кто виноват? Андрей Жариков или Дэн Инвест? Нет, в этом виновата сама компания, которая вообще-то не выполняет взятые на себя обязательства. Если бы компания выполняла свои обязательства, вовремя инвесторам платила, вовремя все бы выводилось, да всем было бы глубоко наплевать на Жарикова, на ролики и на любую критику в адрес компании. Это, конечно, самая неправильная постановка начала строения бизнеса, когда ты обливаешь грязью одну компанию для того, чтобы быть на фоне нее почище. Так вот, благодаря заключению международной финансовой экспертизы, мы получили следующие данные. Компания на сегодняшний день абсолютно чистая и прозрачная. Компания очень отчетливо ведет и очень скрупулезно ведет бухгалтерию. Происходят постоянные отчисления налогов во все инстанции, во все направления, по всем направлениям, которыми занимается компания. Компания действительно занимается не одним направлением. У нее несколько сфер деятельности, и в каждой сфере деятельности через все банковские счета реально проходят очень крупные суммы, реально проходят те объемы. И компания использует такие формы финансовых платежей, которые говорят о том, что данная компания является надежным источником и является той фирмой, с которой стоит сотрудничать. Вы знаете, как было приятно слышать от абсолютно независимых людей, которые никогда в жизни не занимались сетевым маркетингом, которые просто являются служащими международной финансовой полиции. И это просто люди, которые хорошо делают свою работу. Так вот, когда ты получаешь такую информацию, то это не просто окрыляет и вдохновляет, это еще раз дает толчок к тому, чтобы делать другие действия. Благодаря этой информации у каждого из вас теперь есть реальная возможность максимально глубоко погрузиться в нашу компанию, в этот бизнес, потому что теперь вы можете со стопроцентной уверенностью говорить об этой возможности своим знакомым и использовать все возможности, которые приходят сейчас в вашу жизнь на полную катушку. И вот Юлия объясняет, что крутые специалисты проверили компанию полностью и выяснили. Компания легальная. И даже налоги все платят. Дальше что? Инвесторы, которые год уже из компании легальный выплат не получают, им эту легальность куда? В карман положить? Или на хлеб намазать? Или коммунальные услуги как-то этой легальностью можно оплатить? Я уже приводил пример. Для чего нужен автомобиль? Чтобы добраться из точки А в точку Б. Правильно? Предположим, у вас есть шикарный автомобиль, какой-нибудь Бентли, Ламборгини, Феррари. Не важно. И вам надо ехать. Автомобиль шикарный. Просто загляденье. Документы все в порядке. Комар носа не подточит. Все блестит. Только одна проблема. Не едет. Толку что от такого автомобиля? Инвестиционные компании для чего нужны? Чтобы получать прибыль. Правильно? Точно так же вы ожидаете от автомобиля, что он доставит вас из точки А в точку Б. Точно так же человек, когда вкладывает в инвестиционную компанию, он ожидает, что он получит прибыль. А тут можно сколько угодно петь, что компания легальная, у нее все документы в порядке и все вообще хорошо. Только в карманах у инвесторов от этого ничего не прибавляется. Самое приятное резюме, которое дали в конце нашей встречи финансовые эксперты, это то, что по тому, каково движение финансов по счетам компании, по тому, какими счетами пользуется компания, видно, что компания настроена на долгосрочное присутствие на финансовом рынке. Компания настолько скрупулезно ведет финансовую деятельность, что соответствует высокой эффективности этой компании на рынке. По тому, как компания постоянно наращивает оборотные средства, наращивает оборотные капиталы, постоянно капитализируется, эксперты понимают, что компания занимается очень серьезным продвижением себя на рынке. И самая большая такая неожиданность была, которая была сказана экспертами, что у компании очень большое будущее. И в следующие 3-5 лет эта компания будет двигаться вперед. И если она будет далее продолжать наращивать оборотные капиталы и объем денежной массы будет проходить таким же путем, как было на сегодняшний день, то компания очень быстро и очень скоро выйдет на лидирующие позиции на финансовом рынке. Итак, эксперты все проанализировали и поняли, что по движению оборотных средств, по тому, как компания их наращивает, ее ждет большое будущее. Приведу еще пример. Если у вас знакомый бизнесмен, человек хватки, человек деловой, который как-то вам сказал, слушай, мне нужны деньги на развитие бизнеса, давай свои накопления мне, я их прокручу и тебе хорошо и мне, а я тебе буду каждую неделю проценты платить, вы заключили договор и действительно какое-то время он вам обещанную прибыль платил. А потом наступает момент и выплаты прекратились. Ну, вы, естественно, пытаетесь как-то решить вопрос, пытаетесь до него дозвониться, там в офис к нему сходить, на звонки не отвечает, сменил номер телефона, в офисе его вечно нет. Тем не менее, в новостях, в газетах вы смотрите, что у него все хорошо, все замечательно, его компания растет, обороты наращивает, он себе новую яхту купил, новый самолет, у него все замечательно. Ну, как вот вы будете воспринимать? Да, классно, что у него все замечательно, молодец, только за чей счет у него все замечательно? За счет ваших денег, не так ли? Поэтому я вас с этим и поздравляю. Все, что говорит господин Диего Мартин, все имеет основу. То, что нам что-то где-то не договаривается, это в силу очень многих обстоятельств, о которых мы все с вами знаем. И поэтому теперь, как я всегда говорила и буду говорить, что научно доказанный факт, самое большое сожаление, которое испытывает в своей жизни человек, это сожаление об упущенной выгоде. То есть, по мнению Юлия, те люди, которые не успели в квестеру зайти, должны дико об этом сожалеть. Позвольте вам зачитать один комментарий. Это комментарий старый, еще 2017 года. Здравствуйте, Андрей. Мой муж тоже полгода назад вошел в Агам. На работе коллега подтянул обманным путем. Оказалась внутрянка. Ложили миллион, при этом взяли кредит. Теперь расплачиваемся. Муж таким образом на операцию ребенку хотел заработать. Год назад у нас беда случилась. Ожег обеих ног четвертой степени. Коллега знал, но все равно уговорил. Мое мнение, муж даже слушать не хотел. До такой степени зомбировали. То есть, по мнению Юлии, вот эта семья, она должна просто прыгать от счастья, что они в свое время не упустили такую шикарную возможность, взяли кредит и вбухали в квестеру. И год теперь без выплат сидят. Так вот, поверьте мне, что буквально через месяц все эти люди, которые ушли в другие компании, все эти люди, которые не смогли прожить период реструктуризации, все эти люди будут безмерно жалеть о том, что они сделали выбор в пользу других фирм. Я работаю на рынке сетевого маркетинга более 23 лет. И могу вам сказать, что тот объем гонораров, который был получен за год работы в компании, он в разы превышает объемы, которые возможно получать в других консалтинговых фирмах. Практически в 7,5-8 раз наши вознаграждения превышают самые большие топовые вознаграждения у топов консалтинговых компаний. Поэтому каждый из вас сегодня и сейчас находится в нужном месте в нужное время. Используйте эту информацию для того, чтобы рассказать об этой возможности, о возможности стать клиентом компании Five Wings и партнером компании Leonora Swiss Consulting в полном объеме. Маркетинг компании такой щедрый, что компания платит в 7, в 8 раз больше, чем другие компании. Только слово «платят» придется взять в кавычки, потому что мы-то с вами прекрасно знаем, что вывода уже год нет. Поэтому даже если маркетинг будет в 100 раз щедрее, чем у других компаний, толку-то что, если ты ни копейки вывести не можешь. Я желаю вам всем удачи. Я всегда верила в тех, кто в моей команде. Я очень рада, что за этот период времени в нашу команду присоединились люди из параллельных структур. И вы знаете, как приятно каждый день получать большое количество слов благодарности за ту работу, которую мы с вами делаем. Мы делаем мир богаче. Мы делаем людей осознанными по отношению к своим деньгам. Поэтому я вас всех с этим поздравляю. Желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего. Мы делаем мир богаче, говорит Юлия. О, это точно. Каждый инвестор заходит в свой кабинет, смотрит на те огромные циферки, которые у него там уже накопились и которые он вывести не может. И чувствует себя настоящим миллионером. Ну что ж, друзья. Вот такая информация на сегодня. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok